Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я Славян, я вас приглашаю в новый выпуск, но такого выпуска не было давно, мы сегодня с вами отправляемся отдыхать на Волгу дикарями, едем не одни, едем с моими родителями и контент будет максимально классный, потому что мы починили дрон. Я знаю, все безумно скучали по кадрам с воздуха и сегодня их будет очень-очень много, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк, лично у меня таких карт целых две, я использую карту Мастеркард и карту Мир, этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет, по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание, Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы, также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь, очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом, переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Я хочу вам показать просто то, что у нас сейчас темно, представляете, темно, там наверное видно даже мое отражение. На часах уже 15 минут 11 вечера и мы сейчас будем выдвигаться, но перед этим нужно еще загрузить родительскую машину. Короче сейчас вечер, сегодня полдня мы собирались, я сейчас вам включу сначала кадры, значит как мы собирали, что мы брали и так далее и тому подобное. Короче посмотрите, а сейчас охренеете. Вот. А мы пока все это дело сейчас будем спускать вниз. Вы только посмотрите какие тут фиолетовые тучи. Вот это да! Мы начинаем собираться. Мы сейчас все дружно отправляемся в гараж, делаем максимальную погрузку и будем двигаться в путь. Такой огромный-огромный кузов в машине. Здесь еще можно прям модульную ставить, какую-нибудь стенку. И вот автодом, пожалуйста. Мне осталось набрать только воду, получается двадцаткой, две еще пятилитровых на крыше бак полный. Смотрите выпуск, как я его изобрел, шикарнейшее изобретение. Сюда там леечка. И родители, смотрите, как забили свою машину. Просто трындец. Да. Вообще нереально. Это наш чемодан. Просто Настенка говорит, давай возьмем там, короче, куча вещей на Мирона. И просто тут где-то там мотор от лодки, естественно лодка. Короче, куча-куча всего. Вот. Вообще, я говорю, вот здесь вот сделать можно прям полнейший автодом с модульными секциями. Ну, мне так кажется, возможно, я не прав. Опа! Сейчас идем еще, получаем здесь последнюю посылку. Что там, порошок детский, да? И подгузники. И подгузники, трусики Мирончику. И вообще, короче, такая история, что завтра идет дождь, вот куда мы отправляемся. Да и здесь тоже погода, сами видели. Но родители хотят уезжать в ночь. Отец вообще говорит, давайте часа в два ночи. Я говорю, ну, молодец вообще, приплыли, говорю. Будем мы сейчас с детьми. Короче, не знаю, мы сейчас вообще хотим уже. Сидим в машине и думаем, может быть, сейчас после ужина сразу рвануть. Потому что ехать пять часов. Либо, не знаю, либо уже до утра оставаться, а потом ехать утром. Ну, как бы ночь вообще не прикол. Смотрите, это просто, я не знаю, остатки вещей. Их очень много, Миричка вообще рада. Тут еще вот так вот, вот так вот, куча-куча всего. Я не знаю, просто вынесли весь гараж, вы сами видели. Всю квартиру. Родители едут туда, я не знаю, наверное, на пару недель точно поедут. Мы ненадолго, потому что у нас есть еще некий план, куда скататься. Вот, но посмотрим, насколько нас хватит. На самом деле погода так себе. Ночью падает до 13 градусов, это очень холодно. Вы сами знаете, мы ребята южные. И сейчас идут еще дожди, перемена. Завтра вроде вообще как весь день дождь будет там, куда мы едем. Ну, посмотрим. Конечно, сумасшедшие дикари, но давайте побыстрее, пожалуйста. А то сейчас придется это. Конечно, видишь, видишь. Как ты без сумки собрался ехать? Вообще. Вот это что ли? А где другой там? Да. Вот это сборы, вот это сборы. Посмотрите, сколько. Сколько же есть. Ну, это минимум. Ура, 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 мы на улице. Время уже 11 вечера. Открываем свою машиночку. Сейчас закидываем колясочку. У нас сейчас поедет с нами даже две коляски. Опа, наша новиночка. Чуть позже покажу, как работает. Мы выезжаем. Ехать нам примерно 400 километров. Представляете? Я вот поэтому хотел с утра поехать. Но, видите ли, пробки, пробки. Ну, ладно, посмотрим, как сейчас будет. Сразу заедем, заправимся. На Газпромнефть, наверное. Да, я вообще терпеть не могу ездить, на самом деле, по ночам. Вот, ну ладно. Что делать? Не так часто, как говорится, с родителями выезжаем, поэтому пусть сегодня покомандуют они. Первым делом, естественно, мы заехали на заправку. Залили себе полные баки. Потом мы долго ехали по Симферопольскому шоссе, это М2. Решили ехать не по МКАДу, а через Третье транспортное кольцо. Немножко ехали по нему, потом повернули на проспект Мира. И очень долго ехали по Ярославскому шоссе до Ярославской области. Потом мы ехали в какой-то поселочек и оказались на Волге. Но по пути мы заехали, еще купили дыни. Мы припарковались, нашли местечко. И здесь очень сильно красиво. На самом деле, давайте сделаем так. Я немножко посплю, а после я вам покажу, какая здесь красота. Вот так вот две машины у нас будет, а там берег. Блин, правда холодно, это ни хрена не юг. У меня аж челюсть трясется. Четыре утра, что ты хочешь? Четыре утра, тринадцать градусов. Это, конечно, товарищи жесть. Ну, собственно, сами видели, буквально десять минут, и наш основной лагерь стоит. Палатка готова, осталось только коврик поселить, кинуть белье, и все. Туалет стоит, этот унитаз стоит, все хорошо. Радюшка тоже проснулся. А вот эти соседи, короче, вот они до сих пор мучаются. Только вот первый прутик вставили. Как у вас дела-то, соседи? Вам может помочь? Нормально. У нас там уже все стоит, лагерь, видишь? Вот ваш минус огромнейших палаток. Пока ее разложишь, уже и собираться надо. Зато потом что-то будешь говорить, когда пространство не видишь. Я видел пространство, а мне зачем? У меня лес кругом, посмотри. Зачем мне пространство? У меня и так пространство. Я же не в палатке приехал сидеть. Да, Мэричка? Мы начинали, еще меньше было палаток. Ну, не, нам больше не надо. Лучше две таких. Ну вот утро, точнее уже 10 утра мы немножко поспали. И я готов вам показывать, что происходит. На самом деле я тут детей выпускал, открыл и просто охренел, какой лагерь сделали наши соседи. Ну, то есть родители. Настенка, ты что там ковыряешь-то? Выспалась? Это Настенька, 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 вот так вот. А это Мирджин. Прохладенько, но пойдемте на улицу. Так, я достал чемодан, но на самом деле, потому что прохладно, надо достать штаны. Ой, отвлекли мы от такого. Конечно же, опа, надо пацанам подоставать штаники. Чик-чик-чик. Так. Ну, собственно, когда у меня есть штанишки и есть даже носочки, я могу вам показать конкретно, что здесь происходит. Давайте пока мельком, потом позавтракаем, потом вам как бы уже более подробно все покажу. Это нам мама поставила зонтик, говорит, резко набежали тучи, поднялся ветер, пока мы тут дремали. Ну, типа, так хотел нас защитить, не знаю зачем. Наша машина. И вот, собственно, смотрите, это лагерь наших соседей, то есть родители. У них оборудовано все, конечно, очень максимально, они ездят очень надолго. Это туалет, это их новый, у них не био. Маме не нравится, например, био таскать, и большое-большое ведро такое стоит. Вот. Это их огромнейшая палатка. Здесь получается такая большая-большая прихожка с тентом. И там уже палатка. Она разделяется на две комнаты. Позже покажу. Пока так. Водные экскурсии, так сказать. Лагерь выглядит, конечно, потрясающе. Вот у нас берег, вход на пляж. Вот. Здесь спускают каталки. Это что-то я не знаю, зачем накидали. А, здесь, короче, это, коптилка. Дрова. Вот такой навес, да, соорудили. Будем рыбу коптить. Красота. А под этим навесом что? А, под этим навесом мангал. Сейчас мы свой поставим. Так. Раскребушка. Не знаю, зачем. Тут мама сделала посуду мыть. Здесь строн. О, а это, кстати, баннер. У нас когда-то где-то висел в Подольске. Это вот наш магазин. Видите? Чик. Ну, сейчас это сайта уже нету. Может не проверять. Так. Это кухня. Этот шатер где-то, помню, нарулил. Не помню даже где. Вот его теперь родители используют для кухни. Вот такая летняя кухонка. Это палатка как бы продавцовая. Арбузы растут. Видите? Кабачки. Морковка. Там все растет. Здорово. Очень много воды. О, еще наш баннер. Нифига себе. Короче, все баннеры наши используете. Да, мама? От магазинов. Вот. Потом мы начали расширять ассортимент. Видите? Добавили такие кровати, шкафы, электромобили. Вот. Давали скидку при покупке двух кроватей. Тысяча рублей. Сейчас кто-то напишет, что какие жадные. Прикольно. Так, а это шатер. У них был как-то шатер такой другой. А потом мы где-то отдыхали на Волге, по-моему. Они прицепили мне этот шатер с чем-то на машину. Я поехал в магазин. И естественно шатер уехал со мной. И шатера больше нету. Так. Так. Москитная сеточка. Тент. Вот так заходим. Ну вот собственно стоит стол. Есть фонарь. Скажи мне два входа. Скажи мне два входа. Тыкс. Так. Тут получается с этой стороны есть вход. А с этой просто панорамное стекле. Ну здорово. На самом деле я бы здесь раскребушку поставил и спал. Там у нас лев охраняет. Да? Лев ты охраняешь? Молодец. Вот. Ну собственно вот так вот быстрая обзорная экскурсия. Настенька тоже в носочках, в штанишках. Все вот как на юге. Все как мы любим. Пацаны надели вам бушлаты. Да парни? Соскучились по курткам? По носкам соскучились? Вы когда последний раз носки одевали? А? Только зимой. Только зимой? Ну вот вот сейчас зима. Артем, когда последний раз носки одевали? Я вообще не знаю когда. Ну ладно, ничего, перепады так не надо. Ну вы понимаете, да? Вообще прикол. Дальше давайте я вам покажу вот такую историю. Здесь два дерева, слово на ворота. У нас, смотрите, такой собственный мини-плижечок. Смотрите, какая красота. Здесь же дедушка, он рыбачит, поставил удочек. Ты поймал рыбу уже? Пап, мы. А тебе делал? Что вода теплая? Да. Купаться пойдем? Да. Вот она, любимая, родная Волга. Слушайте, ну вода-то вообще чистенькая. А какой берег. Слушайте, здесь так прекрасно. Мы сегодня приехали сюда и такие вау. Просто вау. Мы заведем моторную лодочку. Обязательно в следующих выпусках поплаваем куда-нибудь туда, 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 может быть туда, до Ярославля наплывем. Кстати, я же не сказал, это недалеко от Ярославля находится. Слушайте, ну вообще классенько. Посмотрите, какую красоту я сделал. Вот так вот на веревочках. Вот такая вот дощечка. Это будет наша кухня, чтобы маленький не мог залезть. Потому что на столе на самом деле готовить неудобно. В принципе, нормальный вес выдерживает. Единственное, что вот тут надо проклеить, чтобы она не царапала. Вот. И крючочки тоже самое. Вот наша обновочка. Да? Тоже выпуск. Смотрите. Здесь можно что резать, сразу готовить. Очень на самом деле удобно. Где-то я посмотрел у европейских ребят, кто тоже волныферит. Сейчас будем пить кофе, завтракать. Традиционно разрезаем и пересыпаем в нашу баночку. Чайничек почти готов. О, все, он закипел. Круто. Завтрак к нам приходит и вкус бодрящий. Сейчас будем греться. Я сделал на крышу бак. Два с половиной литра сюда влазит. А где такая аллеечка, бедешечка. И сейчас продемонстрирую, как это работает. На самом деле, очень-очень удобно. Можно мыться. Можно просто мыть посуду. Вот пример. Ложка. Чик. Красота. И все это делает, потому что на крыше будет нагреваться. И у нас теперь есть постоянная водичка. Настенька. 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 Мои спасибо. Мне не надо, скажем, мамин кофе. Это не тебе, сынок. Ваше здоровье. Так. Кашу надо на Миржину положить. Смотрите какая здесь. Пуляна. Миржина же сидит. Мы с собой возим всегда этот стульчик. Самый лучший стул вообще. Все, 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 все. Мама дает. На. На, сынок. На, держи. Держи. Пацаны кушают качку. А ты чего у тебя тарелка полная? А? Вон, Тёмка, посмотри, Тёмка, вы молодец. У него хлопцы уже почти пустая. Давай быстрее идите рыбачите. Вот как только выходит солнышко, сразу так хорошо вообще. Вот прям как надо на самом деле. Мы позавтракали. Детки его все рыбачат. Я хочу вам показать наш холодильник. Столько ништячков уже показал, а холодильника еще нет. Смотрите, с недавних пор у нас появился вот такой холодильник. Сейчас его вытащу, покажу. Вот такой вот красавец. Кит Форд. Здесь, что мне очень понравилось, здесь, значит, удобная сенсорная панель. У него есть питание как от 220, да, можно просто поставить, например, в розетку. Либо поставить в прикуриватель. Собственно, давайте я покажу. Вот так вот. Хлопс. И уводим в машину. Вот у меня тут в багажнике есть розеточка. Вот, значит, он активировался. Смотрите. Здесь куча всяких настроек, но, в принципе, нужны самые основные. Первое. Учитывая, что он работает от машины, нужно выставить защиту АКБ. Первое – разблокировать. Кстати, тоже очень удобно, что дети не будут клацать. Всегда включается блокировка. Вот, значит, защита АКБ. Теперь, значит, экономичный режим. Лучше поставить экономичный. И вот про что я вам говорил. Режим АКБ. Вот есть средний, легкий и максимальный. Лучше ставить, конечно, максимальный. 13 градусов. Здесь сделаем настройку. Сейчас настроен на морозилку. Нам, конечно, это не нужно. Пока поставим, давайте, стандартный холодильник. 4 градуса. Ну, в принципе, все. Он сейчас нагонит. Буквально 10 минут ему надо. И здесь уже будет… Вот. Он заработал. Такая вибрация. Здесь также можно заряжать телефон. 2,5 ампера заряжает телефон мгновенно. Вот, все. Видите? Экран погас. Включилась блокировка. Теперь, что внутри. Чикс. Открываем. Два больших бокса. Вот этот почти 25 литров. Вот этот почти 7. Точные размеры. Посмотрите. Там по ссылочке сейчас вам расскажу. Удержание, значит, стоит плотная цепочка, чтобы не заваливалась. Здесь, надеюсь, вам будет видно. Видите? Подсветочка, что очень-очень удобно в вечернее время. И самое, что классное, здесь смотрите, как она плавно закрывается. Не хлопает. А потом просто нажали и все. Вот. Красота. Я знаю, что меня смотрит огромное количество ребят, которые тоже так же, как и мы, любим путешествовать. И на самом деле, холодильник – это очень важная часть. Особенно, если вы отправляетесь надолго. Я не забыл про вас. В магазине, где мы приобретали данный холодильник, я попросил скидку для вас. По моему промокоду вы получаете скидочку аж в 25%. Все ссылочки я указал в описании. Там же есть промокод. Просто копируете, вставляете и заказываете этот холодильник. Мы с ним мотаемся уже примерно месяц. Протестировали, проверили. Ну, классная вещь на самом деле. Так, ну а теперь пойдемте к соседям в гости. Обязательно разуваемся. Значит, вот так вот. Ну, мы еще полы не мыли, но только расположились. Вообще, вот эта штука, прям она идеальна. Вот так вот натягивается тент. И у тебя в палатке всегда чисто. Особенно это будет актуально вот на море, где ракушечка. Висит фонарик. Органайзер. А тут москитка. А тут москитка. Да, если жарко, то вот так вот можно, соответственно, все пооткрывать. Раз москитка, он же и проход. И он тоже выход. С этой стороны просто окна. Правда. Вот такой органайзер. Далее, комната. Смотрите. А, здесь вот просто вот так по центру квартиры лежит матрас. Двойной матрас. Вот. И все по сути. Вот видите, вот эти вот петельки. Вот. Это разделение. То есть можно повесить дополнительный тент. И у тебя как бы две комнаты. Соответственно, и вход. Вот первый вход в одну комнату. Это второй вход во вторую комнату. А я думаю, знаешь, откуда... Огромные комары... Огромные карманы. Вот. Ну, собственно, на самом деле классно. И здесь, в этой палатке, вот прямо сейчас очень тепло. Солнце нагревает. Так. У вас что-то очень много живности здесь, между прочим. Мне кажется, что это они привезли откуда-то. Наверное. Комаров нету, а в палатке. Комары. Огромное количество. У нас большой еще плюс. Вот. Полку. Это мы привезли. Нам она не нужна. Вот, собственно, родители теперь будут ставить. для южных районов, что у нас москитка сверху. Да. Но есть еще вот это еще. Она может половинку на палатку делать. Я понял. И вот здесь вот тоже это все москитка. То есть можно полностью все открыть, и будет москитная. А это внутри она может половинку палатку сделать. Там вообще здорово, да, маечка? Или наверх. Вот так вот. Вот так вот можно отдыхать. Не то, что мы, да? Но мы за мобильность быстро. Вот так вот чик-чик-чик и все. Ну, вы сами видели в начале видеоролика. Я за 10 минут уже все поставил. А мы спали сколько-то там часов. И только потом проснулись, и у родителей все разложено. Но в целом вот. Вот так вот отдыхаем. На самом деле очень-очень здорово. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И всем, кто смотрит И всем, кто оказывал такую поддержку Конечно же спасибо Осталось совсем немного И будет новый дрон Самая последняя модель, которую я очень сильно хочу Этот дрон продадим и добавим в покупку нового дрона Не знаю, сейчас попробуем что-нибудь вытянуть Может получится, а может нет Нервничка спит в своей новенькой колясочке, а я с ним гуляю. Слушай, какая здесь обалденная природа. Такая красота. Мы очень много лет подряд отдыхали в Конаково, это Тверская область. И вы знаете, здесь гораздо лучше. Я не помню, говорил нет, это Ярославская область. Красота. Сегодня такая безумно интересная погода. То дождь, то солнышко, вот как сейчас, все спят. Я хочу вам показать, какие корабли здесь проходят. Волга. Георгий Жуков называется корабль. Огромный, интересный. Откуда-куда плывет водоход. У него вот написано на трубе. Прикольно. Моей маме очень нравится. Когда здесь проплывает, она делает постоянные фотографии. Я бы покупался с удовольствием. Но, блин, так прохладно. Дно, видите, прям так. Такое, как пустыня, так и манит. Тихо, спокойно. В следующем выпуске обязательно заведем моторную лодку. Поплаваем. Очень хочу покидать спиннинг. Может быть, получится щуку поймать. Вообще никогда не ловил щуку. Никогда не получалось. У меня есть такая большая мечта. Поймать щуку. Корабль уходит. Куда-то туда дальше. Пока все спали, я смонтировал выпуск про наш душ, про вот эту полочку. И еще про идею, которую хочу воплотить. Будет устанавливаться в багажник. Выпуск уже на канале. Если вы не посмотрели, то обязательно посмотрите. Это предыдущий видеоролик. Ссылочку я также оставлю. У нас проснулся уже Мирончик. Встал Артемка. Естественно, Настенька пока с Мирончиком. Родители тоже спят. Все-таки всю ночь ехали. Артемка проснулся и сразу же пошел рыбачить. Вот такой вот у нас здесь пляжик. Назовем его собственный пляж. Пошла волна. Только что проехал катер. Точнее, лодка моторная. Там вон ребята на моторе тоже. Че, Темик, как дела? Нормально. Я пока я сегодня поймаю рыбу, я буду рыбачить. Ты мне лучше скажи, после... Тема, после юга, как тебе такой отдых на реке и в куртках? Нормальный. Нормальный? Главное, что с дедушкой и с бабушкой на рыбалке, да? Смотри, пап, я так, смотри, как я кормлю сделала, что у меня до сих пор не стоит. Кормуха-то? Да. Ну. Три раза. Давай, закидывай еще. Сейчас покажу вам, как Темка закидывает. Так. Катушку отстегиваем. Ну, так вот. ну темику точно ставьте лайкосик серьезно да ты не вешай потому что его сынок у родителей есть такая бензопила маленькая компактная вообще представлял что бензопилы такие здоровенные штуки поэтому в карман положил да и пошел а чё ты давай просто ножом очки и все заправляем сюда бензин потом маслица и часто все дело заливается ну попробуем как она пилит сегодня запустили он первый мотор она холостит давай дрова я пыльну вот так вот пацаны уже разделись играют футбол поставили раскладушках порота пеньки мама кричит зовет всех к столу пойдем сейчас ужинать у нас сегодня вообще из-за погоды без шашлыка без всего короче просто отворили макароны мама там добавит тушенку и все такой будет ужин поповесили умывальник я говорю зачем здесь у нас есть свой душ вот так вот у нас сегодня просто по-простецкому просто макароны тушеночка тушенка все вместе собрались этот принц самое главное не важно что на улице но насенька мерзнет говорит славян отвези меня на юг человек славян привези меня в москву потом тут же батарейка батарейка на холоде быстро разряжается а пацанам все ни почем да какая разница такая погода родик скорей мама отпустила родик скорей рыба рыба на твою удочку быстрей сынчик клюнула сынок без ужин сегодня не останется хотя мы же поужинаем на твою удочку сынок она жива не расстраивайся надо это не расстраивайся но конечно не отпустим конечно да и отпустим давай давай отпускай маленькая давай 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 как она поплывет 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 где чешуи с ней снял она живет поплывет пока рыбка пошла пока 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 и под эту танцевальную композицию мы здесь продолжаем тусоваться на самом деле дело уже к вечеру я буду с вами прощаться говорить вам до свидания в следующем видеоролике продолжим здесь отдыхать я очень надеюсь что такой формат видеороликов с волги вот такой замечательной природы вам тоже заходит обязательно пишите комментарии лайки ставьте не забывайте делать репосты социальные сети самое главное ребята путешествуйте не важно как далеко от дома не важно куда не важно какая страна просто выбирать все это так прекрасно и как можно чаще делайте это со своими родными пока и и и и и